Убежден, что этот визит придаст импульс развитию двусторонних отношений, а пребывание в Минске оставит благоприятное впечатление о Беларуси. Зимбабве является нашим важным партнером в южноафриканском регионе. И мы стремимся к постепенному выходу на высочайший уровень сотрудничества, стратегический уровень сотрудничества. В настоящее время отношения между двумя странами динамично развиваются. Однако значительный потенциал взаимодействия во многом еще не реализован. В ближайшие годы нам предстоит это сделать, особенно в сферах торговли и экономики. Вы очень емко определили путь развития страны, заявив мировому сообществу, что Зимбабве открыта для бизнеса. Полагаем, что такой подход положительно скажется на реализации белорусско-зимбабвийских совместных проектов. Как меня информирует, вы поставили перед собой задачу за короткий срок вывести страну на лидирующие позиции в Африке по темпам экономического роста. Я абсолютно убежден, у вашего народа и у вашей страны есть все необходимое для быстрого экономического роста и решения первоочередных проблем для того, чтобы одеть и накормить людей. Белорусы готовы оказать вам в этом помощь. Тем более, вы знаете, мы это умеем делать. Наше государство заинтересовано в работе на вашем рынке, в поставках на него грузовой, автобусной, карьерной техники, другого оборудования для горнодобычи, тракторов, продовольственной продукции. Мы готовы обсудить перспективы белорусского участия в совместных проектах в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, геологоразведке, в добыче полезных ископаемых. В прошлом году было заключено несколько многомиллионных контрактов на экспорт в вашу страну белорусской техники при финансовой поддержке Банка развития и вашего резервного банка. Ожидается, что после согласования всех процедур начнутся поставки в соответствии с этими договоренностями. Весомым вкладом в укрепление двусторонних отношений могут стать строительство в Зимбабве мясомолочных комплексов, выращивание и переработка овощей. В ходе нашей совместной работы были определены направления сотрудничества в транспортной сфере. Речь идет о развитии транспортной инфраструктуры Зимбабве и создании у вас транспортно-логистического центра. Широкие возможности для взаимодействия наших стран предоставляют уникальные ландшафтно-природные, минерально-сырьевые, рекреационные ресурсы Зимбабве. Поэтому перспективным может стать участие белорусских компаний в возведении гидроэнергетических объектов, строительстве под ключ электростанций на солнечных панелях, геологоразведке и разработке месторождений полезных ископаемых. Активно развивается взаимодействие в гуманитарной сфере. Достигнуты договоренности о межвузовском обмене, а также о получении зимбабвийцами в Беларуси высшего и последипломного образования. Ведущие организации здравоохранения нашей страны могут предоставить гражданам Зимбабве высокотехнологичную медицинскую помощь. Наши достижения в нейрохирургии, ортопедии, кардиологии, онкологии, трансплантологии, реабилитации известны далеко за пределами Беларуси. Создание Белорусско-Зимбабвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству могло бы лучше стимулировать реализацию намеченных планов. Для быстрой и качественной работы над инвест-проектами, совместными проектами необходимы прямые контакты, налаженные коммуникацией между министерствами, организациями, компаниями. Следует проявлять максимальное внимание к поступающим с обеих сторон предложениям. Только так мы сможем добиться желаемого результата. Деловые круги, ассоциации бизнесменов, торгово-промышленные палаты двух государств также должны стать важными элементами в процессе формирования новых совместных проектов. Господин президент, Беларусь открыта для диалога по всем интересующим вас вопросам. Мы готовы к предметному обсуждению направлений взаимодействия для увеличения двустороннего товарооборота и расширения взаимовыгодного партнерства. Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на встрече в узком составе. Для Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Зимбамбом. Мы готовы сотрудничать по всем направлениям, которые вас интересуют.